Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии. Мария Шматкова сегодня у нас в гостях Владимир Иванович Тимьянов, заведующий отделением челюстной лицевой хирургии районной больницы номер 2, кандидат медицинских наук. Здравствуйте, Владимир Иванович! Добрый день! Рада вас видеть в нашей студии. Рассказывайте о последних достижениях вашего отделения. И я знаю, что у вас появились новые направления в работе. Делитесь всем. Да. Наше отделение, в общем-то, уже существует довольно давно. Вы знаешь, готовясь к эфиру, я сегодня здесь реально почитал документы, ну, надо было что-то почитать. Оказывается, первые койки открылись в нашей больнице с открытием в 2002 году. То есть в этом году практически юбилей. Да, 15 лет. Но это в ноябре будет. Поэтому я прошел так, в общем... Ну, отделение прошло хороший этап развития. Почему так хорошо развивалось отделение? Не потому, что мы такие хорошие. У меня, действительно, очень хороший коллектив. Коллектив растет. Ну, тем более, значит, у нас сейчас доктора с высшей категории 2, хотя с первой категории. То есть практически нет ординаторов без категории. А это показатель высококлассной работы. Мало того, в отделении сейчас мы являемся клинической базой двух кафедрической хирургии. Но одна, как и была манекима, уже в течение 12 лет. Буквально в прошлом году мы заключили договор сейчас с Центральной научно-исследовательной института стоматологии с НИСом. И тоже являемся базой с НИСом. Это дает нам большие возможности, широкие возможности, заниматься научными разработками, внедрением новых методик, проблем. Поэтому за эти 15 лет мы достигли многого. Если раньше мы акцентировали внимание на острой патологии, неотложной помощи, то мы здесь, конечно, ну, то есть травматология, всевоспалительные заболевания, адентогенные синуситы, заболевания слюных желез. Сейчас мы этим продолжаем заниматься, но у нас появилось новое интересное направление, как пластическая хирургия. Новое направление чем чревато? Это реконструктивная хирургия. Это пластика, которая позволяет улучшить внешний вид современного человека. Этому внимается, ну, в настоящее время, внешнему облику человека, красоте, как и женщин, так и мужчин, уделяется достаточно много внимания. Ну, косметика и прочее. Но иногда есть те дефекты, которые обезобразуют лицо, делают его не совсем красивым. И мы этим упором начинаем заниматься. Устранять рубцовые деформации, устранять врожденные аномалии, посттравматические деформации. Это такая тема очень интересная, очень увлекательная. И люди, у нас обучились два специалиста, обучились в очень серьезных клиниках. И мы готовы развивать это дело, и развиваем это дело. Поэтому мы готовы, наших жителей нашего района, ну, видите, у нас консультации ежедневно с 9 до 12, кроме субботы и воскресенья. Точнее, почему-то все считают, что мы должны работать в субботу, но у нас просто не хватает сил работать 7 дней в неделю пока. Развиваемся так хорошо, потому что нам повезло еще с главными врачами. Вот в больнице, при мне уже, третий главный врач, и все были очень высококвалифицированные специалисты. И когда пришел Фадеев Андрей Васильевич, мы сначала испугались, пришел молодой, активный, очень активный человек. Но теперь мы поняли, что активность направлена в ту сторону, чтобы развивались только современные технологии, не просто развивались, а идет подтверждение, несмотря на сложное материальное положение всего здравоохранения, он находит средства, силы, спонсоров, которые нам закупают. Современное оборудование, современные, чем работать, это очень важно. Врач ведь устроен тем, что одного желания очень мало, тем временем современной технологии, ну просто хотеть этого мало, надо, чтобы был какой-то микроскоп, увеличение. Что появилось из нового оборудования, чем вы гордитесь, чем можете, в общем-то, похвастаться. Не, ну мы похвастаемся тем, что у нас, во-первых, у всех хорошие руки, это очень важный момент, очень хороший коллектив. Я почему начал, у нас врача не просто, я говорю, что он такой хороший, просто он не дал развалиться той сильному коллективу, который был в моем отделении, а наоборот поддержал. Я ему за это спасибо, почему поддержал, не дал развалиться, и мы развиваемся дальше. Мы открыли вторую кафедру, у нас появились увеличения, то есть появились лупы, которые можно работать. Работать с увеличением, это... Активно внедряется телемедицина, что тоже немаловажно. Так вот сейчас вторым этапом. Мы, значит, внедряем современные... Вот сейчас мы работаем в пилотном проекте по Москве области, мы вторые, там Шатуры первые, мы вторые. Это электронная история болезни. Понятно, она еще сырая, там есть куча недостатков, но это... Мы видим перспективу, хорошую перспективу, которая, во-первых, дает... Ну, экономит кучу времени врачам, будет экономить, пока еще не совсем, поскольку есть проблемы там технического характера с провайдерами, но это все решаемо. Причем Фадеев решает, реально он решает, очень просто, круто. Сразу все раз, и все. Это провайдер не устраивает. Приходит следующее, что надо скорость, скорость именно... Ну, кто специалисты понимает, я в этом деле не очень, но у меня молодые, они соображают мгновенно. И сейчас интересная история болезни. Это у нас очень такое ноу-хау, которое, ну, будет, я думаю, перспективно. И, в общем-то, много всего интересного, у которых хочется работать и хочется продолжать, ну, развиваться, развиваться, развиваться. У нас статьи научные пишем, причем пишем очень активно, потому что он не дает скучать, он реально требует с каждого какую-то научную работу. Он сам является кандидатом наук. А как... Ну, все зависит от руководителя. И раз хочет руководитель, даже и в подчинности не очень хочет, то правильный руководитель сможет его мотивировать так, чтобы он захотел. Правильно? Поэтому через нашу отделение проходит достаточно много людей. Тем более мы сейчас увеличили коечный фонд. Опять благодаря Фадееву. Ну, во всяком случае, мы не будем тайны все рассказывать, но у нас уличился коечный фонд. Это позволяет большее количество больных лечить. То, что у нас есть два кафедры, у нас клинических координаторов в настоящем деле только девять. Это лишние руки, которые хотят учиться. У нас на нашу базу, в общем, реальный конкурс. Вот, например, мы работаем с третьим медом, с кафедрой хирургической стоматологии. У них там стоит очередь, чтобы попасть к нам. Почему? Потому что у нас есть возможность реально научиться чему-то новому. Те методики, которые мы работаем... Там мы специально выставили модели, которые стереолитографические. В Москве работают... Что это за модели? Ну, это модели больных, которые попали к нам в клинику. У нас... Это что позволяет модель? При компьютерной томографии исследований черепа формируется модель, но она формируется на экране в виртуальном виде. Работая с конметом, это хорошая фирма, которая делает модель один к одному. Это позволяет нам в неоперационных, в спокойных условиях чётко представить, что мы можем удалить, что мы можем соперить. Вот, например, это больная, это опухоль большая, ведь это обширная тут у нее. Ну, это так красиво на модели. На самом деле, это серьёзная опухоль, которая склонна к рецидивам. Мы её резерцировали, мы нарисовали сначала, чтобы сделали нам хорошую конструкцию. Нарисовали прямо на модели. Конструктора в фирме сделали нам пластину. И в итоге, поскольку мы её соперировали, получился вот такой результат. Это модель после операции. Вот пластина, это мы внутри посадили кость, больной же, больная, контуры лица совершенно не изменены. красивое лицо, молодая женщина, рожает детей и любит своего мужа, наверное. Муж любит её. Ну, конечно, муж, кстати, очень так интенсивно, у нас последняя, очень такая интересная, больная была, с такой же патологией. Кстати, вот такая у неё тяжеленная опухоль. 10 лет она ходила с ней, она очень боялась. Но она пришла к нам, мы её прооперировали, сейчас результат очень успешный. Она жительница соседнего района, но это не принципиально. Владимир Иванович, муж привёл за руку. вот вы сказали, опухоль у пациентки была 10 лет, и она с ней ходила. То есть, часто пациенты просто один момент не знают, куда им идти и к кому обращаться. Второй вопрос материальный. Материальный, но ещё один момент они боятся. Боятся, это правильно. Потому что, к сожалению, это неправильно, но в душе человек каждый трус. Считает, что вот если он придёт к врачу и врач скажет ему что-то плохое, это всё. Я думаю, что наоборот, если придёт к врачу, хороший врач никогда не напугает больного, расскажет, что да, есть болезнь. Болезнь может серьёзно. Любая, вообще простых болезней вообще не бывает у человека. Но есть хирург, есть руки, есть современные технологии, есть современные медицины, которые способны лечить сейчас любую практическую патологию. Во всяком случае, нивелировать те недостатки, которые, и сделать так, чтобы было всё очень красиво. С какими патологиями к вам могут обращаться пациенты? И что необходимо для этого, если они всё-таки не прикреплены к вашей больнице, но нуждаются в помощи? Практически больных со всей Московской области, приближающие районы Можайск, Руза, Нарафа-Минск, они у нас близкий контакт и очень такой тесный контакт в работе со стомат-поликлиниками, потому что нужна какая-то предварительная диагностика. Просто так прийти к нам без ничего, ну, это результат будет лишней поездки. Мы, конечно, не откажем, но мы напишем, что надо делать первое, второе, третье, четвёртое и пятое. А проще, наверное, алгоритм действий должен будет, чтобы обратиться к стоматологу по месту жительства. У нас, в принципе, все стоматологи нашего Одинцовского района и соседних районов знают хорошо. Мы можем с любого района Московской области, в принципе, принять без всяких, ну, на основе средств ОМС. Только некоторые услуги крайне ограничены, будут по платным услугам. Это устранение каких-то там, ну, косметических дефектов, которыми мы тоже можем заниматься. Хотя это тоже очень важно, особенно женщине в том возрасте, которая нас становится самой красивой, лет 40-45. Женщина самая красивая и внешние небольшие недостатки кажутся ей ужасными. Трагедии. Да, трагедии. И, конечно, ей хочется быть красивой. Что-то на платных, но большинство у нас все посттравматические, все в разъемной деформации идут из средств ОМС. Поэтому мы готовы видеть больных у нас. Мы готовы заниматься серьезной реконструкцией, но после предварительного осмотра и обследования. Какое обследование скажет четко, что кому надо, конечно, мы сейчас не скажем. Но с какими патологиями? То есть, что показано, является показанием к тому, чтобы человек пришел к вам? Значит, нарушение функции, которые там, посттравматическая деформация наружного носа. Нос не дышит. Мы можем поставить нос на место и сделать так, что нос задышит. Какой-то безобразующий рубец на лице, на шее, на теле. Его можно устранить, но надо смотреть, устранить его можно, сделать более или менее, как смотреть по ситуации, потому что функция, такое дело, может быть более, может быть и менее, чтобы человек чувствовал себя более комфортно, более красивым, менее заметный дефект, который есть в чересовой области и на теле в том числе. Это важно, это очень важно для человека. После травмы, смещения прикуса, нарушения прикуса, врожденной деформации прикуса, врожденной деформации чересовой области, недоразвитие чересовой области. А к чему все это может привести, вот именно если мы говорим о врожденных патологиях, если не лечить, не заниматься, не обращаться к специалистам такого плана, какие есть у вас? Ну, во-первых, да. Вот к чему ведет нарушение именно в строении челюстно-лицевой системы? Это важно. Это вообще зубы, и зубочелюстная система человек очень важный. Еще в древние-древние времена наши все старые врачи, в том числе Гиппират говорил, что в общем-то полстрета является зеркалом всего организма. Если полстрета все хорошо, то остальное все хорошо. Вспомним, да, как выбирали, в общем-то, жены там. Это не просто так, царям, то есть… Да, потому что это очень важно. Почему? Если любая информация, нарушается окживание, а человек плохо живет, значит, нарушается весь общественный тракт. Значит, плохо усваивается пища, значит, страдает весь обмен в организме, и это проблема. Не говоря о том, что любой незначительный на наш взгляд рубец на лице возникает куча внутренних комплексов у человека внутри, и это много проблем. У меня были такие клинические опыты, когда девушка приходила с небольшим носом, казался, но он для нее был таким, что она сказала, вот я не могу с этим носом выйти замуж. Мы его ставили на место, она через месяц выходила замуж. Понятно, что, наверное, вряд ли мужчина смотрел на нос. Мужчина обычно смотрит на внутреннее содержание, если берет человека в жены уже, а потом уже нос и все остальное. Но для нее это был очень важный комплекс. Она смогла раскрыться где-то и все прочее. Она была настолько довольна, но до сих пор у нее дети уже взрослые, все нормально. Таких историй много. Ну, достаточно, чтобы повеселить народ, но мы в телевидении не будем веселить. Я потом отдельно вам расскажу всю историю. Тем не менее, люди должны понимать, что могут получить высококвалифицированную помощь с использованием современных технологий, методик. У нас лазер сейчас, кстати, прибыли лазер терапию. Можем убрать любые небольшие опухоли на лице с помощью лазера. Ну, не остается рубцов больших. У нас есть хорошие мелкие коагуляторы, электрические коагуляторы. Ну, много. Конечно, будем развиваться. У нас в планах эндоскопическая хирургия. Я думаю, что она с нашим Андреем Васильевичем Фадеевым он все-таки найдет спонсора. Это, правда, дорогое удовольствие, но, я думаю, у нас в Одинцовском районе не бедный. Найдутся, которые люди помогут. Владимир Иванович, вот что для врача такая поддержка руководства и возможность использовать в своей работе новые технологии? Вы знаете, наверное, все-таки моральная поддержка именно более важна, чем материальная. Материальная тоже, конечно, не важна. Холодный доктор не может долго работать. Может, но вдруг уйдет в обморок в инфрационном столе не должен. Но моральная поддержка и правильное направление, конечно, это очень важно. А у нас в районе, в общем-то, все, слава Богу, хорошо. И глава, и главный врач, и управление, ну, во всяком случае, поддерживают нас морально. в этом ключе, вы знаете, на следующей неделе День медика. Я бы пользуюсь случаем, что я бы попал к вам на телевидение, всех коллег, всех медиков, управления отдельно, поздравить с наступающим Днем Медика и главное здоровье их добрых, хороших руководителей. Спасибо вам огромное. На этой такой позитивной ноте мы завершаем нашу программу. Пожелаем здоровья нашим телезрителям. Берегите свое здоровье, здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин